В Тавде? Где-где? Спрашивали вы всегда, но где-где это же история из песни «А Вола где?», а Тавде больше подходит вопрос «Вде-вде?». Та-та! В три часа ночи гаишники тормознули подозрительную Тойоту Церес, которая катилась по косинусоиде и в ее недрах отыскали сильно пьющую и максимально бесправную пилотку, которая попала на два уголовных дела. Причем по одной статье. Повторная пьяная руление в течение года. Кто-то спросит, а почему уголовки-то две? За повторное же обычно возбуждают одно дело. О, друзья, тут целая история, тут слушать надо. Началась эта цепь беззакония еще 25 марта текущего года. В тот день, а это была суббота, гаишники для проверки документов тормознули Тойоту Церес, а в ней оказалась 32-летняя аборигенка, назовем ее условно Оксана, которая при дыхании в дудку выдула результат 1,346 тысячных миллиграмма на литр. Для женщины это впечатляющий показатель даже в кабаке, а за рулем-то это просто легендарка. При этом выяснилось, что прав у нашвыренной пилотки не то что нет, а их и не было никогда. Не получала. Инспекторы ее оформили по 12.8 КОАП, пьяное бесправное руление, и Тавдинский суд упаковал Оксану за решетку на 10 административных суток. Косячная рулевая срок оттянула от звонка до звонка, откинулась и через несколько дней, 17 апреля, во втором часу пополудню, то есть посредь бела дня, у ей случился рецидив. Она опять нашвырялась и снова села за руль, но только не своей епошки, а газели, записанной на мужа. По ее итоговой версии, она вроде бы как рассекать на газели особо не собиралась, а только лишь хотела ее переставить с соседней улицы поближе к дому. Ну а она с пьяну напоролась на соседский забор. В общем, ДТП. Поначалу Оксана отрекалась от того, что сидела за рулем, ага, посредь бела дня, на глазах свидетелей. В смысле, отстранение от управления транспортного средства? Я была за рулем транспортного средства? Останяться, б**, от управления транспортного средства? Вы, вот вы приехали, я за рулем была? Нет. Почему, б**, меня отстранять? Вы же приехали сюда, да? Я приехала. А вы конкретно видели меня? Я конкретно. Что я ехала? Нет. Вот. Ну вот, на суде ей расскажете, все. А 10 суток опять не будет? Ну не буду я вам открывать. Нет, я не знаю. В смысле, б**? Мне Владимиров так же сказал, 5000 штрафу и все. Как вы понимаете, права у нее за несколько дней не появились, а алкотектор снова показал, что Оксана в сапелюшечку. И она созналась, что позволила себе с утреца откушать водочки. А на дворе был понедельник. Ну, может быть, ее оправдывает то, что это был светлый понедельник. А кто верит в воскресение Христа, тот радуется Пасхе, как умеет. А что употребляли? Какие виды напитков? Водку мы пили, б**, мы покупали в этой пятерке. На этот раз отскочить административными сутками Оксане не удалось, потому как 264-я прим УК за повторное пьяное руление в течение одного календарного года предполагает уголовную ответственность вплоть до двух лет зоны в пиковом случае с лишением прав на срок до трех лет. Но Оксане, как вы понимаете, лишение не грозит. Ну и что вы думаете? Она, попав под уголовку 17 апреля, взяла себя в руки? Таки нет. 27 апреля в 3 часа ночи гаишники ее снова тормознули на Тойоте Церес, и она опять в кашу, ну, видимо, продолжила радоваться Пасхе. И против нее возбудили, что вполне логично, еще одно уголовное дело по той же 264-й прим УК. И если за первую повторку ей суд мог бы выписать условку или штраф, то с учетом рецидивности и непросыхаемости, скорее всего, Оксану определят на постой в зону реально. Впрочем, это решать суду. Не судите, да... да, не судите.